Дорогие гости, добрый вечер еще раз. Мы приветствуем вас на третьей встрече сегодняшней. Сейчас наш дорогой духовный учитель будет петь Харе Кришна мантру. И мы искренне просим всех вас участвовать, присоединиться, чтобы все вместе громко, одной единой дружной командой воспевать. И это создаст очень удивительную атмосферу. Попробуйте, пожалуйста, и вы почувствуете эффект. Большое спасибо. Все знают мантру Харе Кришна? Поднимите руки, кто не знает. Вы не знаете, да? А есть, возможно, слова на экране? Ну, на английском языке есть. На русском есть. Открытки? Ну, чтобы транслировалось на весь экран, я думаю. Нет, открытки раздать. А, раздать открытки? Да, раздайте, пожалуйста. А пока карты раздают, давайте попробуйте повторить за мной, те, кто не знает. Значит, эта мантра состоит из четырех строчек. И в каждой строчке некоторые имена Бога повторяются, поэтому вам несложно будет повторять. Давайте попробуем. Харе Кришна. Харе Кришна. Продолжение следует... 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 И так же мы вчера говорили о том, что все религии учат любви к Господу. Вы говорили, что вся религия учится о нау-гадах. Да. И мы объяснили, как в разных временах, в разных ситуациях, учитель должен объяснить в более простых способах. В том, что в соответствии с местом временем и обстоятельствам, учителям приходится упрощать какие-то вещи, касаемые ведического знания, духовного знания. Alright, so we're going to go on this evening, we're going to look at the process of йога. We explained how, in the Vedic culture, everyone had a peaceful mind. И сегодня вечером мы поговорим на такую тему, как значение йоги. И что такое йога? Потому что, как мы говорили, в ведическом обществе ум каждого человека был умиротворен. Уровень и образ жизни в ведическом обществе был очень благоприятен для того, чтобы каждый человек был умиротворен и счастлив. И они знали, как контролировать свою йогу. И они понимали науку йоги. So we're going to have a little look this evening about this йога. What is йога? И сегодня вечером мы сделаем краткий обзор темы, что такое йога. Йога is talked about in the Bhagavad-gita. А йоги упоминается в Bhagavad-gita. And it has been practiced for millions of years. Это практика, которой миллионы лет. It is not a new thing. Это не что-то новое. Хотя она стала очень популярной в последнее время. Okay. So do you have that? We have some little presentation. У нас для вас есть очередная презентация на эту тему. Okay. So based on Shiliprabhu Patshi James. Этот материал основан на учении Шилуправпады. Видите, здесь на картинках изображены истребители. Они летают очень быстро. Вот жизнь человека в наше время стала очень-очень быстрой, стремительной. И вследствие этого ум у человека в большом беспокойстве. Now the Russian people are very fond of traveling. They like also fast life. Русские люди тоже очень любят путешествовать и нравятся быстрой езды, быстро передвигаться. But with the fast life comes also trouble, more stress in the life. Но с быстротой жизни увеличивается также и количество проблем или стресса. So yoga is a solution to this. Yoga может стать решением в этом вопросе. What is yoga? So the word yoga, this word in Sanskrit. Слово yoga – это слово на санскрите. Что же такое yoga? Generally, we think yoga is just some physical process, by which we can lose weight or make the body look more beautiful. Многие думают, что yoga – это какое-то упражнение для того, чтобы похудеть, или какой-то комплекс упражнений для того, чтобы стать здоровее. But that is only a small part of yoga. Но это всего лишь незначительная часть йоги, как принцип. The real meaning of yoga is to link ourselves, to connect ourselves with the Supreme. Истинное значение процесса йоги – это связь нашего сознания со Всевышним. Go ahead. So, here is one type of yoga. This is called Ashtanga Yoga. Этот тип йоги называется Ashtanga Yoga, или восьмиступенчатая система йоги. Yeah, and there are eight different… Ashta means eight, and Anga means limbs. So eight different sections of this yoga. То есть Ashtanga означает восемь, а Anga означает частей. То есть это йога, состоящая из восьми частей или восьми ступеней. And the beginning is we have to learn to control the senses. И первая ступень в йоге – это ступень контроля чувств. Во всех духовных практиках важное место уделяется контролю чувств. It means you have to do things like it. We should not tell lies. We should not be violent. Например, во многих религиях говорится о таких вещах, как ненасилие или правдивость. Правдивость, не говорить, не лгать. We cannot steal, we cannot take things which don't belong to us. Также упоминается отсутствие незаконных связей или отсутствие желания обладать чужой собственностью, то есть не ворвать. You should also practice celibacy, means you cannot be married. If you are married, then you have to separate from your wife. Но даже если вы женаты, человек практикует некоторое воздержание в отношениях со своим женой. This was all part of the Ashtanga-йога practice. Это часть практики Ashtanga-йоги. Второй ступенью Ashtanga-йоги являются правила и предписания. Things like waking up early in the morning. Then taking bath two or three times a day. We were telling how the yogis would live on the bank of the river, and they could take a bath two or three times every day. В первый день нашей встречи мы говорили о том, что многие йоги специально живут возле рек, на берегах рек, чтобы совершать омовение два-три раза в день. And they would be very austere, means they would control their eating and sleeping. И также они очень эскетичны, или другими словами, очень умеренны и воздержаны в еде и сне. If you eat too little, you will get sick. Если вы будете есть слишком мало, вы заболеете. You will get a disease called tuberculosis, tipee, you know that? Вы можете заболеть таким заболеванием, как туберкулез от недоедания, от очень скудного питания. Но если вы будете переедать, вы также заболеете. Вы можете заболеть диабетом. So, йоги, cannot eat too much, cannot eat too much. То есть, йога означает, есть не слишком много и не слишком мало. It should be healthy. Чтобы быть здоровым. Good. Good. So, these are all, there are many rules, regulations to practice. То есть, существует очень много правил и предписаний. And then the third step is to do the physical postures, the exercises. Bending, stretching. Третья ступень, это йоги, это как раз физические позы и упражнения. Just stand on your head. Стоять на голове. Twist your body. Put your legs in the back of your neck. Скручивать свое тело по определенным образом. Складывать ноги в позу лотоса. Оно по-турецки. They will do all of these things because they want to control the mind. Это все необходимо делать с целью контроля ума. And then the fourth step, the fourth step is where they control the breathing. И четвертой ступень является контроль дыхания. They have to sit very still. Мы должны сесть очень-очень прямо. They will go to a very quiet place, away from everyone, and they will sit. Место должно быть уединенным, очень-очень умиротворенный ум вдали от всего. И вот там нужно сесть прямо. And breathe in the right nostril. And then hold the air. And then breathe out from the left nostril. И дыхание должно быть построено определенным образом. Сначала дышать через одну ноздрю, задерживать дыхание. Потом выпускать воздух через другую ноздрю. And then breathe in again from the left nostril. And hold it. Then breathe out from the right nostril. Потом все это меняется. Вдыхаем через левую ноздрю, задерживаем дыхание, выдыхаем через правую ноздрю. And they will do this the whole day, right? И вот так необходимо делать целый день практический. Not easy. Не так-то легко. И это только лишь четвертая ступень йоги. And then it goes on to meditation. И это необходимо для медитации. Пятая, шестая, седьмая ступени, необходимые для медитации. Это описано все в Бхагавангите. То есть пятая ступень это когда вы чувства погружаете внутрь себя. Уводите их от внешних объектов чувств. То есть мы не по сторонам глядим, а пытаемся сконцентрировать свой взгляд внутрь себя. Да? Go ahead. Да. Дхарана, шестая ступень, это концентрация ума на Кришне. Шестая, седьмая и восьмая, это все различные степени углубления медитации. So we can see it. It's very difficult. Мы можем видеть, что это все очень сложно. And we cannot do this at home. И, конечно же, мы это не сможем практиковать дома. Go ahead. В Бхагавангите Кришна описывает всю эту йогу. Он говорит, прежде всего, уйди в уединенное священное место. And you have to be away from your husband or your wife. То есть оставь мужа или жену. Уйди от них. Completely. No sex. То есть сделай свою жизнь полностью воздержанной. Потому что сексуальные отношения не сразу приводят к возбуждению. И никакой концентрации при этом не будет. So go ahead. There's a special way in which they will practice a meditation. They will take a special type of grass and put it on the ground. And then put a deer skin. После этого нужно воспользоваться специальными атрибутами для практики йоги. Специальной травой куша. Так называемая это особый вид травы, которая растет в Индии. Также нужно постелить оленьюшку и сесть не очень высоко и не очень низко. В таких случаях шкура оленя играет важную роль, поскольку йоги, которые садились в лесу, они должны были сконцентрироваться и ни о чем не беспокоиться. В лесу, как правило, много змей. И вот шкура оленя, она отпугивает змей. There's a special odor or smell coming from the skin of the deer. And when you put that on the ground and sit on it, then the other snakes or the tigers, lions, bears, like they can smell that they will not come. А шкура оленя, она издает определенный запах, и это отпугивает не только змей, но также медведей, каких-то других оленей и других обитателей людьми. So this is all the practice of yoga. Это все практика йоги. Go ahead. So we ask, how many of you would like to do this? И тогда возникает вопрос, сколько из вас, вот, услышав все это, захотели сразу попробовать эту систему йоги? Not very easy, not for everyone. Желающих не нашлось, потому что это все не так-то легко и не для каждого. In fact, very rare in this modern time, this age, that people could even try to do this. So there has to be an easier method for this time, for this time in which we live. Но должен же быть какой-то более легкий и простой метод в то время, в которое мы живем. Yeah, we were saying it will depend on the time and the place. So to do that kind of yoga, that was possible 5000 years ago. должен, как мы говорили, должен быть метод в соответствии с времени, местом и обстоятельствами. Вот этот вид йоги, он еще был доступен 5000 лет назад. But even 5000 years ago, when Krishna was telling Arjuna about this, Arjuna said he could not do it. Но даже 5000 лет назад, когда Krishna рассказал этот тип йоги Арджуне, Арджуна сказал, что он не может им заниматься. И Арджуна был величайшей личностью. Он был рожден в очень благочестивой семье и сам обладал достойными качествами. Но даже Арджуна сказал, что для него это очень-очень сложно. He says his mind is very difficult, not easy to control the mind. Арджуна сказал, что мой ум беспокоен, упрямо, очень силен, и для моего ума нет возможности заниматься этим. To go somewhere, to sit still, not to move. Уйти куда-то, сесть прямо, не двигаясь, не шевелясь. Арджуна сказал, что управлять моим умом с помощью йоги труднее, чем попытаться остановить ветер. Мы знаем, как ветер дует. Мы знаем, как ветер дует. Но ум иногда бывает гораздо более неуправляемый и более сильный, чем ветер даже. Поэтому этот вид йоги не приемлем для современной эпохи. Должна быть какая-то другая йога. Для каждой эпохи существуют различные процессы. В иведе教育ах, в иведе教育ах, в четыре различных периода цикла временных. Первый цикл в цикле творений, в цикле времени, называется сатия-юга. Сатия означает золотой век. В этот золотой век люди обладали очень большой продолжительностью жизни. Они были особыми благочестивыми людьми. И могли с легкостью заниматься практикой медитации. Они могли уходить в джунгли, заниматься йогой 30 тысяч лет, потом вернуться. У них была очень большая жизнь. И также они были очень религиозными и благочестивыми людьми. И образ жизни людей в сатия-югу был достаточно легок и прост для занятий медитацией. У них не было собранных телефонов, которые звонят каждую секунду, автомобили или электронной почты. Это была совсем другая культура. Такой силы, которую мы даже себе подчас не можем представить. И второй эпохой, второй период, который шел за сатия-югой был Третта-юга. Это был период Серебряного века, Серебряной эпохи, когда люди были уже не так благочестивыми. И в эту Третта-югу, в этот Серебряный век, уже существовало деление общества, были граманы, которые совершали ведические обряды и пели мантры. И через совершение ведических обрядов они добивались благочестивых результатов, таких как увеличение благосостояния, здоровья и счастья. The only problem is that, first of all, you have to have brahmanas, who can chant the mantras very nicely. One problem with the trying to perform sacrifices is you need good brahmanas. Потому что для того, чтобы медический обряд удался, необходимо, обязательным условием является присутствие брамана, который мог бы повторять мантры правильным образом. Another problem is, it would cost a lot of money. Вторым непременным условием было наличие большого количества денежных средств. We're not rich enough these days to perform these sacrifices. Сейчас мы не настолько богаты, чтобы проводить такие жертвоприношения. These sacrifices were performed by kings who had a lot of wealth. Такие жертвоприношения, такие ведические обряды были под силу только царям, которые обладали несметными богатствами. Not for ordinary people. Не для обычных людей. And then, in the age after the silver age, the copper age, is Dwapara-yuga. Следующим периодом, который шел за Трэта-yuga, это было Два-параюга, Медный век. So, in the Dwapara-yuga, people do worship in the temple. They will go to temple, place of religion, and they will worship there. В эту эпоху главной духовной практикой было поклонение Богу в храме, когда люди шли в святые места в храмы и совершали там богослужения. So, in the Vedic culture, there are four different ages. We are showing different processes for each age. То есть, во всем цикле творения существовали три эпохи, и мы рассмотрели сейчас три практики в три эпохи. In this age, we cannot also do temple worship, because it's not easy for people to get time to go to temple. В нашу эпоху мы толком даже не можем поклоняться Богу в храме, потому что у людей сейчас нет времени, чтобы регулярно посещать храмы. People are very busy. They don't get a chance to go to temple. Люди настолько заняты, что у них не остается возможности посещать храмы. They have to work all day. And there are also, only, it's very difficult, costs a lot of money also, to have a temple, to build a temple. And we cannot do temple worship in this age. Поэтому не так-то легко сейчас поклоняться Господу в храме, в эту эпоху, и это не является главной практикой. So now we come to this age. This age is called Kali Yuga, or the age of iron. И мы подошли к нашему времени, к нашей эпохе, в которой мы живем. Это эпоха Kali, Железный век. So in this age, the process is made very easy for people, and it doesn't cost anything, it is just simply chanting the names of the law. И в нашу эпоху должен быть метод, который достаточно простой, не требует много денег, или много усилий, много затрат. И эта практика называется воспевание святых имен Бога. Just like we were doing at the beginning, we did this, what we call kirtan, where we chant. We play the instruments, and we sing the mantra. Как вот мы перед началом программы пели kirtan. Это совместное воспевание, в котором мы играли на музыкальных инструментах, и пели махман. So this chanting, this is very powerful process. И это воспевание, на самом деле, очень могущественный процесс. We're going to see tonight, what is the benefit of this chanting. First we will see, what do other religions say about chanting the names of God. Давайте для начала рассмотрим, что говорят главные религии о воспевании святых имен Бога. In Christianity we also, Lord Jesus also teaches, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Вот, например, в христианстве Господь Иисус Христос учил и побуждал людей воспевать святые имена Бога, говоря, О, Господь, да светится имя Твое, да будет слава Твое на небесах и на земле. Светится имя Твое. То есть акцент на имени Бога. Их учитель, Гуру Нанак, он также учил своих последователей о том, что в предрассветные часы утром я медитирую. Я медитирую на славу истинного имени. In Islam, religion, they will also chant the names of God. They will chant Allah. А в исламе мусульмане постоянно воспевают святые имена Бога, Аллах, Аллах. And then in Buddhism, they are chanting also. Буддисты также воспевают. Они занимаются повторением святых имен Господа Будды. Наму Амидо Буцу. Омидо Фу. They chant. And in Chinese, they say Амидо Фу. There are many different mantras they chant. То есть у них различные мантры, в которых включены имена Бога. Здесь, вы видите, это Санатана Дхарма. Санатана Дхарма означает вечная духовная практика. So, we're going to see how we chant this mantra. Мы посмотрим, как можно повторять мантру. Go ahead. What for... We want to understand this word mantra. This is a Sanskrit word. Но что такое mantra? Это санскритское слово. And it's made up. Man and tra. Man means the mind. And tra means to deliver or to free the mind. То есть, вот это слово, санскритское мантра, оно состоит из двух половинок. Man и tra. Man означает ум, а tra означает освобождать. This word, this is Sanskrit word, but it has come into other languages. Вот это слово, оно санскритское, но оно также пришло в другие языки. What do you say in Russian for mantra? Молитва. Молитва. In Chinese, they say mantolo. На китайском вот это слово будет звучать mantolo. In English, they simply say mantra. В английском языке иногда тоже используется mantra. So, it's from originally Sanskrit, and it means to free the mind. Но изначально это санскритское слово не означает освобождать, очищать ум. Because it's very important to make the mind peaceful, to control the mind. Поскольку очень важным является сделать ум умиротворенным и контролировать его. So, this is the most powerful process. Это, на самом деле, очень могущественный процесс. И вот воспевание может протекать в двух стадиях, двумя способами. Это для вас, Ингерлянда. Пожалуйста, оденьте. Первый способ, который вы видели перед началом программы, этот способ назывался киртан. Когда мы поем громко все вместе, используем музыкальные инструменты. А второй способ называется джапа. Мы используем для джапа или для тихого повторения четкий. Вот видите, у меня мешочек есть, в нем находятся четкие. И вот на четках мы повторяем светлимена. И вот здесь вы видите преданных из разных стран или тех, кто участвует в воспевании. И это санкиртан, то есть фестивальное шествие. Вот вчера мы по улицам города Южно-Сахалинскли как раз вот с таким фестивальным шествием. So, these are some devotees, these are some of our devotees in South America. И также здесь вот преданные последователи из Южной Америки. They're young men, and you can see they're unmarried. И они молодые и неженатые. They've got shaved heads, and they wear this saffron color. It means they're not married. Вот те, кто носят шафрановую одежду, значит, они не женатые. Вот у них бритые головы. And they go in the public places and sing Hare Krishna. И они ходят в людные места и приглашают всех на фестиваль, воспевая Hare Krishna. And by singing this Hare Krishna mantra, everyone who hears, they benefit. И вот в этих людных местах, каждый, кто услышит святые имена, получит благо. It is very auspicious to have the chanting of the needs of God. Поэтому это очень благоприятно услышать и участвовать в воспевании имен Бога. Go ahead. Okay, good. So, there are different places where this chanting is recommended in our scriptures. Here are some verses in Sanskrit. Go ahead. These verses are all taken from some of the Vedic books, where it talks about the chanting of the name of God. Especially in this age, in this Kali-Yuga, it's important to do this Kirtan. Особенно в этот век, в век Kali, очень важно проводить Kirtan. Go ahead. Go ahead. Other processes will not work in this age. In this age, there's only one process. В этой цитате говорится, что никакой другой процесс в эту эпоху не работает и не является эффективным. Только один процесс. In other ages, people could do meditation. В другие эпохи люди могли медитировать. They could do fire sacrifice. They could do worship in the temple. They could do worship in the temple. But in this age, they cannot do these things. They can only chant the names of God. Но в этот век все эти методы неэффективны. И остаются эффективны только в воспевании Святых Куменбом. So, these are all different references taken from the Vedas. Go ahead. So, we're going to look now about how to do this chanting. How many of you chant? We've come to realize, что нужно воспевать. Сколько из присутствующих воспевает? Put your hand up if you chant. How many don't chant? Some are new people. You don't chant. Right? Может, кто-то из новых людей пока еще. Right? Ну, то есть, кто еще пока не повторяет следы имена Бога? Кто-то из новых, может быть, еще не делал этого. Поднимите руки, пожалуйста. Здесь вообще? Вообще, просто еще пока не пробовал и не занимался практикой повторения. So, we're going to point out some... We're going to give you some advice about how to do better chanting. So, some people are chanting already. You'll learn how to do better chanting. If you don't chant, then you'll learn how to chant. То есть, для тех, почему мы просили руки поднять? Для тех, кто воспевает, кто повторяет святые имена, могут воспользоваться этими советами и что-то улучшить в своем повторении. А те, кто еще не начали, могут для себя открыть что-то интересное. Go ahead. Okay, so first thing is, before we chant Hare Krishna, we will chant the Pancha Tattva Mantra, another mantra. Первый совет хороший, это перед повторением Харе Кришна мантры рекомендуется повторять Pancha Tattva Mantra, это другая мантра. Yeah, we want to come to chant Krishna's name, but to come to Krishna, we have to first of all go through Lord Chaitanya. А мы в Харе Кришна мантры повторяем имена Кришны, но перед тем, как повторять имена Кришны, мы можем сделать это лучше через имена Господа Читания. When I was chanting earlier, I first of all chanted the Pancha Tattva Mantra and then I chant to Hare Krishna. Когда я повторяю, я сначала повторяю Панcha Tattva Mantra, а затем перехожу к Харе Кришне. Go ahead. So, this is a Pancha Tattva Mantra. Вот Панcha Tattva Mantra. К сожалению, здесь шрифт не очень. Repeat after me. Повторяйте за Духом Мороза. Шри Кришна Чейтания. Прабу Нитянанда. Шри Адвейта. Гададхара. Шри Васади. Гора. Бакта Вринда. Шри Кришна Чейтания. Прабу Нитянанда. Шри Адвейта. Гададхара. Шри Адвейта. Гададхара. Шри Васади. Гора. Бакта Вринда. Шри Васади. Гора. Бакта Вринда. That's right. This is Pancha Tattva Mantra. Очень хорошо. Это Pancha Tattva Mantra. So first we chant Pancha Tattva Mantra. Then we chant Hare Krishna. То есть прежде чем начать повторять Харе Кришна Mantra, мы повторяем Pancha Tattva Mantra. Go ahead. And then when we chant, when we do chanting on the beats, then we have to, the sound has to come out. We cannot chant in our mind. Второй хороший совет это то, что когда мы повторяем на четках, мы не должны повторять беззвучно или в уме. Нужно повторять слова вслух. Sometimes I say the people will hold the beat, but you don't hear any sound. But Prabhupada said, when we chant, the lips have to move. That you have to hear. Part of the process is to hear, as well as to chant. То есть часть этого процесса не просто повторять, но также и слушать. So if the sound does not, if we don't move the lips, there will be no sound, we won't be able to hear. And the louder you say the mantra, more powerful it becomes. Of course, you don't want to disturb everyone. Конечно, это не значит, что повторять надо так, чтобы все в окно беспокоились. But it's true, if you will say it louder, it will be more powerful. Но воистину так, что если вы повторяете громче, то это эффективнее. When we chant, we have to pronounce each name clearly. И следующий совет, когда мы повторяем, мы должны отчетливо произносить каждое имя. Sometimes people chant, иногда бывает вот так повторять. It's not clear. Вообще ничего не разобрать. The mantra must be clear. То есть мантра должна быть четкой. Then more be powerful. Тогда она будет иметь эффект. We must chant with the right mood, with respect, devotion, and concentration. Также важным аспектом повторения является повторять уважительно, с преданностью и с концентрацией. It's important to have the right mood to have the right mood. Это важно, иметь правильное настроение при воскресении. We can chant any place. You can chant in your home. You can go outside. You can face any direction. Также хорошим советом является, скажем, напоминанием о том, что вы можете использовать для повторения любую ситуацию. То есть повторять в каком-либо месте, сидя или прогуливаясь, или смотря на какой-то там пейзаж, допустим. Some mantras, there are rules. You have to chant at a certain time. You have to chant in a special place. Другие мантры, в отличие от Харе Кришна, они имеют достаточно строгие ограничения. То есть вы должны определенным образом повторять в определенное время, в определенной ситуации, в определенном месте. You have to face a certain direction when you chant. Вы должны лицом сидеть в определенном направлении, когда вы повторяете. Но, повторяя Харе Кришна, можно использовать любую ситуацию, в которой вы находитесь. То есть в любом направлении, сидя лицом, куда хотите, сидя или прогуливаясь. То есть мы можем все время или любое время использовать. Yeah. Some mantras you have to chant when the sun rises, just as the sun rises or just as the sun sets. But we do say it is a good time, a good time to chant is early in the morning. We are talking about the mysteries of the Vedic civilization. And one of the mysteries is that people, they knew the secret, they knew the advantage of waking up early in the morning. You know, in this age, we like to sleep very late. You know, if we can wake up at nine o'clock, then it's okay. Многие встают в девять утра, это уже хорошо. But in the Vedic culture, people would like to wake up early in the morning, even before the sun rises. Но в ведическое время люди вставали очень рано утром, за несколько часов до рассвета. Because it's a very powerful time of the day. Потому что это самое могущественное время в течение дня. The mantra becomes more powerful at that time of the day. Мантра становится особенно... Мантра дает особо сильный эффект в эти часы в течение дня. It becomes more powerful because our mind is more steady. It's easier for us to concentrate at that time. Она становится более могущественной, потому что в это время ум, естественно, умиротворен, спокоен, и мантра приносит больше эффекта. Поэтому извлекать благо из вот этих предрассветных часов, это также очень хорошее описание. Это самое умиротворенное время в течение дня. You don't have to take a bath. You can take before bathing. You can chant before the bath or after the bath. They say, just by chanting Hare Krishna, it is like taking a bath. It has the same effect as taking a bath. Даже более того, можно сказать, что повторение мантры несет в себе эффект как от омовения. We bathe our mind in the sound of the mantra. Мы омываем ум звуками мантры. After you take bath, you feel refreshed. In the same way, after you chant the mantra, you feel also refreshed. Как вот после омовения мы чувствуем такую свежесть, приятную. Также после повторения мантры ум чувствует такое освежение. Следующим хорошим советом является то, что воспевать желательно, при воспевании желательно считать количество воспеваний. Some people, they like to chant, but they don't count. They don't keep any count. То есть, многие люди, даже начиная повторять, они не ведут учет или не считают, как они повторяют. Просто повторяют один раз столько, другой раз столько. Нужно считать, поэтому мы используем четкие. They don't, so they don't know how much they're chanting if they don't keep a count. Потому что если мы не считаем, мы не знаем, сколько мы повторили в один день, так, в другой раз, и так. То есть, нет постоянства. But you will see in the Vedic culture all the people, they will keep a beat, this mala. They will have one of these and they will count on this. And one string of beats will have one hundred and eighty. And one of these круговые четки, один круг четок, он содержит в себе сто восемь бусин. So they will chant around the beat. То есть, один круг равен сто восемь повторений. Now, some things we should not do. some things which will not help our chanting. If we only chant not the full mantra, just a piece of the mantra. То есть, не следует повторять какой-то кусочек из этой мантры. Не полностью ее, а, допустим, какую-то часть. Yeah, we should chant the full mantra. Если мы повторяем, мы ее должны повторить до конца. Yeah, right. we shouldn't chant. You can see on the beat, there is one beat, big beat like this, so we don't chant on this beat. This is a Krishna beat. То есть, вот этот совет означает, что мы не должны читать на сто девятой бусине, которая как бы связывает между собой все сто восемь остальные. Эта особая бусина называется Krishna. You have to chant around the beat. То есть, мы должны читать один круг от этой бусины и до этой бусины, не включая ее. You can see when we chant, we don't use this finger. И также советом является, что мы не должны использовать указательный палец. Chant between the thumb and the middle finger. То есть, мы не должны держаться за четки указательным пальцем. Четки должны быть между большим и средним пальцем. This finger is considered, this finger is used by brahmanas to put curses on people. Потому что этот палец использовался обычно, в том числе и браманами, для проклятия. This finger is used to point at people. Этот палец, эти пальцы постоянно тыкают также. It's not a clean finger. И также он является не очень чистым. So we don't use that finger. Поэтому мы не используем, когда держим четкий этот палец. It's also recommended we shouldn't chant when we're watching television or doing other things. You're not going to get so much benefit if you do it. Okay, now what benefit does this chanting have? Мы сказали, мы говорили много раз о благе. Какое же благо это воспитание? Here you can see one family, they're chanting in their home. Видите, вот тут вот семья, они собрались дома и поют. Like this, we have here in this in Sakhaline we have also some families they chant in their home. А также на Сахалине я знаю, есть несколько семей, которые вот так собираются с семьей и поют дома. It's very nice in your home that you can have also chanting. that you will feel how your home, the atmosphere in your home becomes spiritual. Тогда вы почувствуете как эта сфера в вашем доме одухотворяется. It will become peaceful and joyful. You should, every home you should try to do this chanting every day. И в каждом доме нужно сделать повторение ежедневно. So, by doing the chanting we get free of past sins. We have done many sins in our past, but by chanting it will destroy the effect of the past karma. So, also повторение мантры освобождает от последствий грехов, совершенных нами когда-либо. То есть, в прошлые жизни и до этого мы совершали множество разных видов грехов, и вот мантра может помочь человеку избавиться от их последствий. It's the most powerful way to change our karma. Somebody asked me last night how to control material desire. Вчера кто-то спросил меня вечером на программе как контролировать свои материальные желания. So, I told the person you should chant Hare Krishna. Я ответил этому человеку нужно повторять как можно больше Hare Krishna. Here you can see it's showing that by chanting we will get relieved from material desires. То есть, как вот здесь на картинке показано, что мы получаем освобождение от нежелательных желаний и привычек. Because these material desires force us to do sinful activities. То есть, вот эти вот привычки, вот эти желания и побуждения они заставляют это совершать греховные действия. And sinful activities bring us suffering. А вот эти греховные действия приносят нам в результате страдания. Here you can see some devotees. This is in Mexico city. Видите, вот здесь тоже преданные, которые поют в Мехико, в городе Мехико. They're chanting, they're free from all anxiety. Как видите, они полностью ничем не беспокоены. сейчас недовольны. Go ahead. Here this is San Francisco in California. You can see the young men chanting, they also have peace of mind. Go ahead. This is London. This is Hare Krishna devotees in London, England. Every day they will go in London, in the city and they will chant and dance. And they invite people, we have a temple there, we have more than one temple. And we invite people to come there every day and they will have classes and they will give phrasada, vegetarian food. we have our vegetarian restaurant, people come, take food there. everyone in England knows Hare Krishna. This is in Chicago in America. The devotees also go in Chicago. Chicago is a very cold city in the winter. but the devotees they will do a lot of preaching and distribute many books there. They have a very nice temple and they will go in the streets to chant. And this is in Detroit in USA. So go ahead. We are going to see now what some famous people chant Hare Krishna and what they say about chanting Hare Krishna. Okay, so first of all there was a famous man George Harrison he was in the Beatles and he was a very good devotee of Hare Krishna. He says it's really a process of having realization of God. So George Harrison when he was he died of course two years ago he left the body two years ago George Harrison died he's dead two years two, three years in 01. George Harrison died several years ago but in his home he used to have a temple and devotees we used to go there to his house and maybe used to chant Hare Krishna and he also used to come to our temple and he also bought a very nice big house in England which is now also our temple This man is from France he's in a big company called 3M and he has a big position in that company So he's very busy in his job but he takes time to chant He says this is how what he says about So not all Hare Krishna people have shared head We don't all shave the head You can see he has got a job he wears a suit but he also chant Hare Krishna This man is the grandson of the Henry Ford the founder of the Ford Motor Company He's of course from America He met Prabhupada when he was a young man and he became the disciple of Prabhupada And so just now he is building a big temple in our world headquarters in India He is spending many, many millions of dollars to put up a very big temple to put up a very big temple And so when he was a young man he was not happy with life He used to get very angry and depressed Then sometimes he would pick up a chair and throw it through a window And then people would say What are you doing? He would say My name is Ford I can pay But then he met Prabhupada and he started to chant Hare Krishna and then he changed He says What does he say about it? He said He said He did a big change in his life Go ahead This man is a businessman in India This man is a businessman in India Mr. DeSai He said 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 I do not I do not have anything more happy and more happy Just try 5-10 minutes in the day в течение пяти минут в день, неделю. В течение недели попробуйте повторять хотя бы пять-десять минут в день, и вы увидите разницу, почувствуйте. Он встречался с Прабхупадой, хотя он не получал у него посвящение, но он встречался с ним. Он пытался тестить Прабхупаду, потому что он думал, что он встретил многих святых людей и он пытался найти недостатки в Прабхупаде. Но он так не смог найти ни одного недостатка. И это его вдохновило на повторение имен Кришны. Этот человек, Решакеш Махатлау, он тоже очень крупнейший бизнесмен в Индии. Вы можете видеть, что они очень трудные люди, но они тоже занимаются время и занимаются время. Харе Кришна. Он ученик его святейшества, Раданахисвами. Он говорит, Повторение Харе Кришна помогло мне пережить все взлеты и падения в моей жизни с большой благодарностью и умиротворением в уме. Go ahead. So, we have some interesting women also, в Учен, Харе Кришна. Это очень интересная... Some interesting women. Это очень интересная женщина. Она была моделью. This lady is living in Europe, in France. You can see here in Paris, chanting Харе Кришна with the devotees. She was a model. Она была одной из самых высокооплачиваемых моделей во Франции, в журнале Vogue. И здесь вы видите, как она повторяет Харе Кришна на улицах Франции. She was a famous model. Many big magazines, they will hire her to take her picture. But she likes to also chant Харе Кришна. She says... What does she say? What? She got good benefit from chanting Харе Кришна. Here's another lady. This young woman also. She is also a model. Это тоже была известная модель Вики Огартон. Она была ведущей европейской моделью. Before she is wearing many skirts, now she is wearing sari. Тогда она носила разные модельные юбки, но сейчас она носит sari. Before she is putting a lot of makeup, now she is putting tealack. До этого она накладывала на себя тонны косметики, сейчас она ставит красивую тему. Она говорит, когда я начала повторять Харе Кришна, я почувствовала огромное счастье. So, man, women, this man, he is from Italy, he has a furniture design business. Это Марко Ферини, это известная итальянская фирма, которая производит мебель. Он ведущий дизайнер по разработке мебели. He is a disciple of Prabhupada. Он ученик Шилбхупада. He went to India, he met Prabhupada in Vrindavan. Он однажды поехал в Индию и встречался с Prabhupada in Vrindavan. He became prophet, let's say. And he has many people in Italy who are all devotees of Krishna. В Италии много предных, потом появилось очень много предных в Италии, предных Харе Кришна. Он говорит, This is a man from America. He's been studying the effects of chanting Hare Krishna. Этот человек, он сам из Америки, его зовут Дэвид Вульф, и он писал диссертацию на тему влияния Hare Krishna на людей. Он изучал влияние этой мантры. And he found out by chanting Hare Krishna, that we become more in the mode of goodness, not so much passion and ignorance. И он пришел к выводу, в результате, он написал диссертацию, в результате определенного эксперимента пришел к выводу, что при повторении Харе Кришна у человека повышается уровень благости или благоприятного образа жизни, уходят плохие привычки и связаны со страстью невежества. И он говорит, Махаматра значительно уменьшает стресс, депрессии, и влияние невежества и, напротив, увеличивает влияние благости или позитивного. Этот человек, его зовут Стивен Фармер, он владелец магазина здоровой пищи. Он продает только вегетарианские продукты. И он также находит время, чтобы самим Бог интервью. У него крупнейший магазин, большая работа, но он находит время, чтобы повторять мантру, потому что он говорит, если я начал мой день на духовной волне, повторяя Харе Кришна, я могу пронести вот это духовное настроение через весь день в благоприятном сознании. Это просто обычная женщина, она домохозяйка, она не работает. Она также повторяет, она говорит, повторение открыло мои глаза на вещи, которые я прежде не замечала. Это подобно прекрасной музыке, очень удовлетворяющей, чувственной и очень удовлетворяющей. This man runs a big printing company. He's working in a big printing company. Paul Blair, он занимается типографией. A lot of stress in this kind of work because it's very noisy and there's so many deadlines and schedules to be met. Такая работа очень связана с большим стрессом, потому что там много шума, там много всяких ситуаций, все меняется, нужно все делать в определенные минуты, моменты. И он говорит, когда меня настигает стресс, я начинаю повторять имена. Это единственная вещь, которая перезаряжает мои батарейки. Это очищает мой ум и снова возвращает мою концентрацию. Это еще одна женщина, она мерчендайзер, миссис Сали Ралли. Она говорит, когда я нервничаю, я нахожу, я вижу, что у меня успокаивает повторение. Я не дергаюсь по мелочам. Можно нервничать, можно расстраиваться, можно очень быстро приходить в беспокойство, если что-то. В таком ситуации очень трудно контролировать ум. Но если мы начинаем повторять имена Бога, то, что потом все это нейтрализуется и приходит в норму. Брюс Кленберг это офицер армии. Этот человек также повторяет Харе Кришна. Он говорит, что оглядываясь назад, я могу отметить, что моя жизнь стала более светлой после того, как я начал общаться с преднами Харе Кришна и повторять Махаманту. Один преданный из Америки был отправлен в Афганистан. И, you know, он был там hunting Талахан Талахан и все эти мусульные террористы. Он служил в армии, и этот человек его отправили в Афганистан на сражение с талибами. Он был очень страшным. Many people were getting shot and bombs were going off. So here he would preach to all the other soldiers and we'd get them to chant Hare Krishna and give them and give them Bāgavā Gita's This lady working designing jewelry This lady занимается тем, что она разрабатывает дизайном ювелирных попрошений. You can see all different kinds of people. They all chant Hare Krishna То есть видите, люди абсолютно с разных социальных позиций, разных работ, заняты разной деятельностью повторяют Hare Krishna. They're all getting great happiness and satisfaction from it. Все они чувствуют умиротворение и счастье от этого. They're getting real benefit. Это приносит истинное благо. Она говорит, повторение делает меня более спокойной, приводит большую гармонию со всем и вся вокруг меня. There's one professor from a university in USA. Это профессор из одного университета в США. So they have studied, they have known devotees, they've been watching our religion, our activities for so long. They're familiar with Hare Krishna. Он был непредным, но с течения времени он стал интересоваться Харе Кришна и общаться с преднами. Он говорит, что я отвечаю, что как So he has seen different levels, different progress, how the body has progressed from one level to another. И он здесь говорит, как предный может подниматься, прогрессировать в своем качественном воспевании с одного уровня на другой. Он говорит, я могу ответить, что процесс повторения он переходит с одного уровня на более высокий уровень. и так он становится более реальным. А, нет, прошу прощения, я могу отметить, что те, кто повторяют мантру, как только они переходят с одного уровня на более глубокий уровень, они становятся более трезвомыслящими, более терпимыми и более энергетически наполнен. это человек из Канады, он занимается системой оздоровления спа-процедурой. Он чемпион по поднятию тяжести. он также повторяет Харе Кришна. Он говорит, повторение Харе Кришна чтения настоящих книг о сознании Кришны дало мне величайшее умиротворение. Харе Кришна харе Кришна Кришна Харе Кришна Я принес сегодня с собой немного четок кто хочет может поучаствовать сегодня у нас в совместном воспевании прочитаем один круг все вместе кто хочет может взять четки и попробовать это очень будет занимательно. У меня про это конечно не очень много отчеток но все вместе как это не 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 а не вам не хватило да а может быть кто то то вы объясните как держать бусину мы начнем все найдем Кришна бусину найдите на этих четках главную бусину которая связывает весь этот круг мы начнем со следующей то есть от нее первой мы на этой главной бусине не повторяем не зажмите пожалуйста бусину между средним и большим пальцем как показывает духовный учитель посмотрите что мы должны сделать первым мы должны повторить панчататва мантра правильно теперь давайте вместе будем повторять Мангру Харе Кришне. Вы можете закрыть глаза. Представить, что вы где-нибудь на священной земле, например, во Вриндаване. Представьте, что на деревьях сидят птицы, а попугайчики. А танцуют павлины. А течет река Ямуна. И тут же находится Холм Говардхан. Сейчас мы не в материальном мире. Мы в духовном мире. Давайте повторяемся. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Харе Кришна! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Харе Кришна! Харе Рама! 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 Х Харе, Рама, Харе, Рама, Харе, Рама. Харе, Рама, Харе, Рама, Харе, Рама, Харе, Рама. 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 Рама, Рама, Харе, 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 Кришна. Харе, 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 Харе Рама, Харе, 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 Кришна. Харе, 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 Кришна. Харе, Харе, Кришна. Харе, Кришна. Харе, 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 Кришна. Харе, 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 Рама. Харе, 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 Рама. Харе, 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 Кришна. Харе, 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 Рама. Харе, 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 Рама. Рама, Рама, Харе, 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 Кришна. Харе, 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 Харе Рама, Харе, 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 Кришна. Харе, Кришна. Харе, Рама, Харе, Рама, Рама, Харе, Харе. Харе, Рама, Харе, Рама, Рама, Харе, 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 Рама, Харе, Харе, Рама, Рама, Харе, 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 Рама, Рама, Харе, 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 Харе Харе-Харе Рама Хари Рама Хари Рама Хари Рама. Рама, 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 Харе, 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 Кришна, Харе, Харе. Харе, 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 Харе Хри-кришна, 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 Хри-кришна Харе Рама Рама, 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 Рама. Харе, 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 Кришна. Харе, 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 Кришна. Харе, Кришна, Харе, Кришна, Харе, 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 Рама, Рама, Рама. Харе, 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 Кришна, Харе, 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 Рама. Харе, 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 Харе Харе, Рама, Харе, Рама. 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 Чем больше вы будете это делать, тем больше придет вкус и тем больше вам это будет нравить. В начале бывает сложно. Но если постоянно это практиковать, то придет и приятный момент. Может быть, есть какие-то вопросы? 108 is an auspicious number. 108 is an auspicious number. Half of 108 is very auspicious in all the ancient cultures in India, in China, everywhere. 108 is an auspicious number in ancient cultures, such as India and China. It's considered very good luck. Это приносит большую удачу. Примите мои поклоны, дорогой гуру, объясните моему другу, пожалуйста, почему нельзя носить четкие для джапа медитации на левой руке. Это является оскорблением святого имени. Например, преданный расположил алтарь по отношению к телу ниже пояса. Насколько сильно это может притормозить его духовное развитие. Dear Guru Maharaj, please accept my obeisances. Please explain to my friend, please, why we should wear beads for japa meditation in left hand. Is it offense of holy names? Beads on the left hand? No. Don't chant with the left hand. This is one thing I wanted to tell you about the Vedic culture. Because last night I saw, when I am giving the sweet, people come with the left hand. Потому что вчера вечером я заметил, когда мы раздавали сладости, многие люди протягивали левую руку. But the left hand is considered unclean in the Vedic culture. You must use the right hand to take food. Вы должны использовать только правую руку, чтобы брать пищу. In the Vedic culture, the left hand is used to clean the body. В Vedic традиции левая рука нужна для омовения и подмывания. And the right hand will be used to do things like chanting. And when we offer the arati, we will offer the items. Также, когда мы проводим arati, ну, подношение различных предметов Господу, мы все предметы держим правую руку. In Vedic culture, they do not use knife and fork. In Vedic culture, they do not use knife and fork. The right hand. If you use two hands to eat, it means you are meat eater. Yeah. If you will see who is the meat eater, because they will use the two hands. If you want to know who is the meat eater, посмотрите, если человек ест двумя руками, значит, это так. But a vegetarian person, they know, they will only use the right hand. They can eat with one hand. Vegetarianец, он использует только правую руку, есть только правую руку. Left hand, clean the body. Right hand, can put the food to chant it. Левая рука мыть и подмывать тело, правая рука есть и повторять цвет именно. The next part of the question. Also, sometimes a devotee may set the altar in front of body lower than... How to say it? The chest. Lower. So how it may stop his spiritual development? This offense. Что касается алтаря, опять же, тут многое зависит от времени и обстоятельств. Нет таких прям уж сильно строгих правил относительно того, как сделать алтарь. Если вы строите храм, тогда нужно учитывать все правила предписания относительно этого. Обычно, конечно, необходимо располагать алтарь выше. Потому что это побуждает нас смотреть на Господа снизу вверх. Если алтарь у нас внизу, мы как бы с высока смотрим. А нам нужно смотреть на Кришну снизу вверх. Но, опять же, это не фундаментальное правило. То есть, все зависит от времени и обстоятельств. Главное, чтобы присутствовала преданность. В любом случае, алтарь – это хорошо. В ведической культуре в каждом доме есть алтарь, определенное святое место, к которому люди подходят, молятся, предлагают пищу, делают какие-то отношения. Вы можете найти много изображений Кришны, например, из интернета. Вы можете их скачать, распечатать и установить дома. Это будет очень здорово. Это часть давидской культуры. Есть место, где мы можем предложить инсенс или добавить цветы. И это, безусловно, сделает дом очень благоприятным местом. Третья часть вопроса. Бывают ситуации, когда кто-нибудь говорит много мудрых фраз, указывая другому человеку, преданному, на его недостатки, и при этом употребляет в пищу яйца. Является ли его замечание авторитетными? Должен ли человек критиковать других? Ведь Правопад говорил, что мы должны обсуждать не человека, а проблемы. Арикация. Третья часть вопроса. Есть некоторые ситуации, когда кто-нибудь говорит к другому человеку, много фразы, либо хорошие инструкции, но в то же время, может быть, он может видеть к другому человеку его ошибки, но, в то же время, он использует к другому человеку. Он использует к другому человеку. Он ест к другому человеку. Он ест к другому человеку. Существует его notice, notice of such a person, это авторитет. Should any person to criticize another? Because Правопада said that we should criticize not person, but problem. Yeah. Да. Better not to criticize other people. It's easy to make enemies. It's not easy to make friends. We should see faults, our own faults, and we should see good in others. We should try to encourage others. It's the job of the spiritual teacher, the guru. It's the job of the spiritual teacher to find fault, not the job of everyone. So, we should try to avoid finding fault with other people. Try to seek good in others. Find the fault with our own self. А, недостатки искать в себе. And also, regarding notices, person who eats eggs, eat if he notices his authority. What? are these notices our authorities? Those who eat eggs and the same thing. Well, of course, it can't be a very good authority if he's eating it. But still, if somebody is finding fault, a humble devotee will accept the criticism, and we will say thank you, and we will try to improve. But if somebody prays you, it is not good, because we will become proud. But if somebody finds fault with us, we should think, he is my friend. He is pointing out my fault. It is easy for me to say, it is hard to do. It is, of course, it is easy to say, but it is hard to do. Good question. When I write the pictures, I write them on the printer, sometimes they get missing images. What do you do with these missing images? How do you do? I do. How do you do? How do you do? How do you do? When sometimes I download from the Internet some pictures of Krishna, and then I print them, but I see sometimes they are not good. They have some damages and so on. We shouldn't get out throughout these pictures, but what should we do with such pictures? It's something you, what do you want to do? You can put it in the river, put it in the sea. Well, it depends. You can put it in the river, or you can bury it in the ground. You can burn it also. Not usually. Not usually. Not usually. Put it in the sea, or they put buried in the ground. То есть лучше всего опустить в реку или в море, или закопать в землю. After we will put it in the sea. You are lucky, not far to sea. А вы удачлив, у вас в море не очень далеко. А вы удачлив, у вас в море не очень далеко. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Very nice question. Lady asked about small child. If a small child originally born with an active left hand. I am also left hand. Really? Yeah. I am also left hand. I write left hand. I still write with left hand. But I have to use my right hand. Even I go to China, I use chopstick with right hand. Chopstick. Так, yeah. Палочки, палочки. 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 Кушай. А, когда я приезжаю в Китай, я ем даже палочками правой рукой. Yeah. Anything you must use right hand. То есть, лучше использовать правую руку. So, we should educate... You have to train. Yeah, you have to train. То есть, ребенка нужно стараться воспитывать так, чтобы он правильно пользовался. Именно, по крайней мере, в качестве еды, через кушение еды. Так, давайте по очереди эту новую руку. Давайте вы... Потом... Потом... Что нужно сделать, ответь, пожалуйста, Гурмагарадж, что нужно сделать для того, чтобы стать учеником Гуру? Любого, сам принцип? Да, сам принцип. Tell me, please, Гурмагарадж, what should we do for becoming a disciple of some good? First thing, you should... Нужен личный подход, именно личный. Конечно, сам принцип, сам принцип и личный. Допустим, мы же, как мы телевизм, мы выбираем по качествам, как бы, а Махараджи и Махараджи и как это сделать правильный выбор. А, то есть, смысл в том, чтобы как сделать правильный выбор духовного учителя. духовного учителя. Кора asked, how should we make a right choice of spiritual master? Well, first you have to understand what is the qualification of the spiritual master. If you do not know what is the qualification, how will you recognize? If you want to buy gold, you have to know how to recognize real gold. So you have to study, you have to learn this teaching and understand what is the qualification of the teacher. but he means if he knows and see many spiritual masters, many persons, how we should choose among many persons. They can all, if you have many people, then they can all be your spiritual master. they can all give you good instruction. You can learn from all of them. But only one can give you initiation. So the one who gives you initiation should be the one you have the most faith in. that you have relationship with him, that you know him and he gives you instruction and you find the instruction good. He's able to help you. He's able to help you. He's able to help you. He's able to help He's He's asked about if, for example, Van Lioti can change his mood and have progress to go to the Gologa from Vaikuntha. Да, это возможно. Я в продолжении про руки хотела спросить, если правая рука используется для Господа, для еды, использовать ее для мытья тела вообще неблагоприятно? То есть мы вообще должны, вот молчалкой мы моемся, либо в бане, только левой рукой? Она спросила, что вы говорили, что правая рука используется только для показания тела, но это означает, что мы не должны использовать правая рука для чистки тела, никогда? Потому что иногда в сауна или в бутылке мы используем правая рука. Нет, вы можете использовать также правая рука. Можно использовать. Но после мытья тела правую руку нужно помыть, то есть очистить. Если в момент смерти обычный человек, Кришна, ненарокно и как-то вспомнил имя Кришны, имя Бога вспомнил, обязательно он попадет в водитель Кришны. Потому что должна быть еще квалификация в повторении имени. Редко бывает, когда человек, который не повторял вообще имена, сразу повторяет их правильно. Но он получит блага. Но обычно тенденция такова, что в момент смерти перед нашим сознанием, перед нашим взором проносится все то, что мы делали в течение жизни. Если у вас не было никогда привычки в течение жизни повторять святые имена, трудно себе представить, что в момент смерти вы вдруг повторите святые имена. То есть нужно не только повторять имя, но и делать это с правильным сознанием. Потому что можно просто повторить без всякого смысла, как, например, Махатмаганди. Когда в него выстрелили или закололи, он произнес имя Рама. Но у него не было такой уж сильной преданности. Он был больше политиком, нежели преданным. Но как бы он не был в момент смерти повторяется. Безусловно, он получит благодаря этому лучшее рождение. Ломчи. Итак, для тех, кто получил битвы, мы будем спросить, если вы хотите оставить их, то вы должны предупредить, что вы будете чанить каждый день. Мы можем оставить вам четкие при условии, если вы пообещаете, что вы будете на них повторять каждый день. Кто может дать такое обещание? Так же я хочу подарить вам мешочек, чтобы вы положили. Вы можете поставить их в мешок. Мы держим битвы в мешок, чтобы они были в чистоте, чтобы безопасно следует. Пр86-是這樣, everybody. Продолжение следует. И это zdrowи в placcode. Продолжение следует. Помен gördligen. Продолжение следует. Продолжение следует. Он предыдует. Продолжение следует. Ком conoциев. Ах. Пphant肅 penalties на это Countdown. В Комполь место следует. Вот у вас в мешочке есть два таких отверстия, то есть одно большое и другое поменьше. Большое вы просовываете руку, а маленькое вы вытаскиваете наружу грязный палец, чтобы он не участвовал в повторении. Вот так можно преданных узнать по этому мешочку. Скажите нам, с чего? Что ты делаешь? Скажите, пожалуйста, что ты делаешь? Разное дерево. Когда преданный получает инициацию, в это время он может повторять на четках и стулосе. Но перед инициацией лучше не использовать четкие стулосе. Потому что тулосе – это очень священное дерево. Можно спросить? С какого дерева? Я спрашиваю, а эти стулы от тулоса? Нет. А, 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 а? Какой тип стулы нужно получить стулы до начинающей? До того какого-то стулоса. Сандаловое дерево, если бы не хватит, то есть, ну, любое. А, you heard that sometimes beets were made from seeds of lotus. Yeah, also, seeds of lotus. А вот мантра, которая перед Харе Кришна, вот Харе Кришна, это маха-мантра, самая великая, а вот пача-татва? Панча, панча означает пять. А что она вообще означает, вот это вот, для чего она используется, вот я знаю, перед едой иногда... Хороший вопрос, хороший вопрос. A lady said a good question. You told about importance of chanting панча-татва-mantra before chanting maha-mantra. What does it mean, this mantra? What about the... So, панча-татва-mantra is the names of the Lord Chaitanya and his associates. Панча-татва-mantra, она состоит из имен Господа Chaitanyi и его спутников. So, Lord Chaitanya, we cannot go directly to Krishna. We have to, first of all, go through Lord Chaitanya and his devotees. So, first we chant Lord Chaitanya, before we do kirtan, and before we... When we offer also, we offer to Lord Chaitanya, and then we go to Lord Krishna. The Lord Chaitanya is very merciful. So, we need the mercy of Lord Chaitanya. By his mercy, then we can come to Krishna. Через Его милость мы можем прийти, Krishna. He asks, why... Why we don't chant... Панча-татва, он бит за константно. For example. No, it's not required. The process is to chant Krishna's name. We're following the Acharyas. But they all chant Hare Krishna. Don't change anything. Why not?! They didn't repeat that. council member! Husa. Walk your mouth at a same time. Not really? Many dentists�. Он спросил вопрос, если мы используем кантемалы или кантемалы из Туласи, и они стали мягкими, может быть, мы используем специальный кемиковый клинер, чтобы их сделать более легче? Если хотите, то можете. Он спросил, если мы начали раунд Харикришна мантра, и вдруг кто-то нас спросил, и мы перестали эту раунд, или мы должны продолжать. Очень хорошая практика, если вы будете начинать заново. Если вы хотите хорошо практиковать, лучше повторять заново. Лучше отключайте телефон. А потом только после. Иначе будет постоянно повторение, а так не будет. Что значит инициация? Что значит инициация? Инициация означает принятие духовного учителя, чтобы он вел вас. И вы обещаете учителю некоторые вещи, например, читать Харикришна мантру шестнадцать кругов в день. И вы обещаете учителю есть только вегетарианскую пищу, без мяса, без рыбы, без яиц. Инициация означает принятие определенных обетов, стать более серьезным. А вы же серьезны? Это требует время, конечно. Это требует время, конечно. Харикришна я восприятирую его 이걸 стремлютить. Сегодня он первый раз повторил маха-мантру с нами, и теперь он имеет какой-то mood, чтобы чать Харе Кришна. Но он хочет, tomorrow, может быть, или next morning, просто, чтобы он улыбнулся, без беда, без беда, без беда, без беда, без беда, без беда, просто начался чать. Это правильно? Что он должен делать с нами? Чантинг itself, it's like taking bath. If there's no water, the chanting will purify. And if he keeps chanting, then he will get association from devotee, and devotee can teach him that you should wash. И объяснят, что может быть, что следует мыться. So, thank you so much. Yes, I did. Your question is now the very famous thing, and many teenagers make some tattoos on their bodies. So, if she makes on her body some spiritual name, maybe, or maybe Krishna's name on the body, is it right? And also, in what kind of body should I place this? In what kind? Where on the body? Yeah, maybe on their shoulder, or maybe on their arm, or maybe on their leg. Some of our devotees, they have done this. Many people in India, they have that habit. They will put Krishna on their arm. Usually on the arm. Обычно на руке. I see a face in the other side of the show. I see a face in the other side of the show. Vormahra, she, I said, she'll show, maybe, maybe here she'll put such. But then nobody will see. No, никто не увидит. But sometimes in Asia, especially, place here, because everybody to see. Yeah? Yeah. Anyway, yeah, you can go. Anyway, yeah, you can go. Yeah, you can go. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Продолжение следует... 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 Продолжение следует...